здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко на сегодня очередной можно сказать медицинский выпуск тем более что посвященном важной проблеме онкологии как ни странно летом мы возвращаемся к этой теме всегда почему потому что лето солнце отдых люди расслабляются и немножечко забывают о том что к сожалению такого вида заболевания они всегда где-то рядом это первая тема вторая тема это как же сегодня проходит лечение и во всем этом нам поможет разбираться сегодня они львонов на бодонян заведующая центром амбулаторной онкологической помощи ли беретской областной больнице здравствуйте они львова здравствуйте вот ну вот эта традиционная фраза что онкология это приговор все таки или не приговор сегодня конечно нет на уровне современной медицины онкология подвергается лечение успешному лечению и то что ранее говорили что имеется благоприятный неблагоприятный прогноз мы сейчас уже об этом не говорим потому что всегда настраиваем пациента на благоприятный прогноз да все очень индивидуально но опять-таки поддается лечению все профили онкологических заболеваний не боимся браться ни за что надеемся в моем случае мы то есть я почему этот вопрос задаю потому что понятно люди которые либо с родственниками сталкивались ну либо к сожалению это болезнь может в раньше прийти может может позже они уже скажем так специалисты в этом вопросе а люди которые находятся вот в этом состоянии а вот у меня там может быть наследственное что-то они считают что это действительно как все как меч упал и так далее то есть на сегодняшний день мы можем констатировать что все-таки продвинулась наука и наука продвинулась во всем мире а как она продвинулась конкретно у нас туберецкой областной больнице все ли есть для того чтобы сегодня получить но максимально возможные исследования по этому вопросу если человек к вам обратиться ну мы конечно же соблюдаем все мировые да тенденции и для в качестве диагностики в качестве лечения поэтому думаю что мы ничем не отстаём все что происходит на современном этапе профиля онкология да все опять-таки придерживаемся мы в том числе и в люберецкой больнице вот даже на самом таком простом уровне понятно что проходят несмотря кстати на что какие-то конференции какие-то общения вы следите за какими-то научными статьями конечно же не так как мы не специализированные какие-то вещи операции так далее и тому подобное но бывает такое что даже там чат и какие-то специальные врачи между собой ну какое-то общение потому что ведь с одной стороны это страшная как бы история всякие заболевания сложно а с другой стороны вид это всегда интересно когда что-то новое вот попробуем так попробуем и тогда домой между собой очень тесно контактируем тесно стараемся общаться даже где-то делиться клиническими до ситуациями потому что важно всегда развиваться важно учиться мы никогда не перестаем обучаться и узнавать новое поэтому для нас и в том числе когда для онкологов это важно так как к большому сожалению появляются все новые и новые виды заболевания потому что опять-таки это все связано с тенденцией современной что мы все больше и больше можем узнать глубины процессов которые развивают рак и соответственно все что касается лечения тоже на достаточно таком современном этапе мы видим как мы можем лечить учитывая даже ту же молекулярно-генетические особенности самой опухоли но дать начнем вернее не начнем а продолжим но начнем именно с точки зрения давайте еще раз вот предельно про простым языком про что такое рак сегодня как он врачами объясняется будет для нас простых пациентов что такое то что мы знаем есть опухоль такая есть опухоль такая если вас тогда мы подразделяем если мы будем говорить простым языком до опухоли бывают доброкачественные злокачественные онкологи занимаются злокачественными опухолями все что такое рак рак это можно сказать что это патологическая клетка то есть на каком-то уровне клетка становится для нашего организма патологической она начинает немножко свойственно ею делиться где-то быстро очень делится это касаемо прогрессивных до раков или раков высокой степени злокачественности есть клетки которые медленно делятся но во всяком случае если мы будем рассматривать клетку именно раковую да это а типическая патологическая клетка которая создает себе подобное просто было делится и соответственно ну она не убивает всех но она начинает очень активно делиться нормальные клетки замещаются вот эти новыми вредоносными возникает очень простой вопрос причем можем рассматривать с материалистической точки зрения и можем рассматривать даже с божественной точки зрения как угодно но почему логика такая ведь наш организм он по идее создан ну да какого-то предела выживаемости да ну как известно мы должны жить как минимум там 120 лет по идее вот а получается что эта клетка то есть убивает организм то есть полностью в ноль это уходит что она от этого получает или это не такая задача такая ну а не то что она убивает организм до пандемии которые резервные функции организма да потому что этой клетки это молодая клетка которой нужно активно очень делиться создавать себе подобных а для того чтобы клетка делилась ей нужны резервы в плане энергии до потребления так далее поэтому в целом почему организм истощается и происходит такой интоксикационный синдром потому что вот клетка патологическая она просит все на себя тянет ковер на себя не ковер вернее одеяло и ковер тоже но тогда возникает вопрос она не понимает что она просто убьет этот организм и просто не нечем будет уже делиться ну до таких уровень чтобы клетка понимала что но я в этот организм да нет просто именно функции этой клетки активно делиться размножаться пока есть возможность и тем более а уж и когда мы говорим о каких-то факторах которые могут стать триггерами да то травматизация опять-таки солнце до излучение ультрафиолета это это все травмирует клетку а любая клетка она не любит когда ее травмирует она начинает еще больше активно для самосохранения еще быстрее делиться и соответственно потребляет еще больше энергии что требует от организма где это опухоль а сейчас схематически себе представляю как говорят на себя не на себе не показывают ну брать какой-то условного человека да а вот у него есть такой срез да есть клетки если почему возникает вот это вот безопасная клетка от какого-то влияния ну мы знаем там радиационная да какая-то не знаю плоти до того что она где-то может ударился когда-то или помнит то есть просто повреждение этой клетки происходит и она перерождается правильно да не надо совершенно верно это происходит на уровне опять-таки днк да где-то происходит действительно перелом до кода и соответственно она действительно если она была до этого нормально физиологическое для нас клеткой она становится нетипичной то есть не физиологичной а именно патологическая клеткой и как патологическая клетка она дальше уже продолжает свою жизнедеятельность деятельность но фактор обязательно нужен это и есть вот эти триггеры и факторы риска которые мы предупреждаем стараемся почему некоторые вот вопросы да очень часто возникает почему возникла опухоль опять-таки мы к сожалению не можем ответить на этот вопрос почему именно у конкретного человека возник конкретный рак что можем мы для этого сделать почему мы проводим скрининги почему мы оповещаем до популяцию что избегайте там солнца старайтесь там не травмировать если травмировали там у женщин там железы то пожалуйста нужно обследоваться потому что фактор риска запускает процесс от этого вода превращение под физиологической клетки в патологическую когда это случится при каких обстоятельствах мы никак не можем предугадать чтобы всех предупредить что да вот этого не делайте иначе у вас будет там скажем злокачественное новообразование но вот еще такой у нас такой маленький ликбез да вот во второй части уже поговорим на по практических и в том числе а на скрининге он у вас как неизвестно бесплатно можно да конечно вот еще такой вопрос и есть люди которые наверное расположены к этому а есть люди наверное у которых никогда не будет рака вот почему так происходит или у каждого может не у каждого конечно генетическая предрасположенность тоже является уже фактором риска полноценным фактором риска если там папа мама бабушка дедушка да все что касается близких родственников до дяди тети бабушки дедушки ну и соответственно эта клетка оттуда может может конечно опять таки если мы говорим что это все на уровне днк да это может передастся но опять таки если есть наследственность не обязательно что у человека может в течение жизни развиться рак этого может и не быть да все равно мы говорим о том что триггер обязательно нужен вот какой-то вот именно пусковой механизм нужен но у тех людей у которых есть еще и дополнительно генетическая предрасположенность у них риск конечно выше чем у второго у которого нет поэтому те люди у которых есть генетика они конечно к ним подход нужен немножко другой в плане скрининга в плане обследования диспансеризации должно быть здесь время в голове у них и у них в голове и у врача в голове то есть когда пациент приходит к тому же терапевту и рассказывает наследственность а это всегда в плане осмотра опрашивается если есть наследство значит у терапевта сразу же да выходит на первый план с учетом того что было у родственников обследование именно касательно этого заболевания и предупреждаем тоже пациентов что имейте ввиду что вы должны эту зону в два-три да в два-три года обязательно действительно там пройти какой-либо метод обследования чтобы искать да а методы сейчас поговорим о второй части еще в завершении первой какие сегодня самые главные носи можно так сказать виды рака существуют они как бы соберем их вместе потому что и такой если такой чтобы люди понимали где может опасность бы рак желудка бывает есть статистика да да есть все таки мировая статистика российская статистика и соответственно люди подразделены на до гендерные принадлежности вот у мужчин у женщин у женщин мы знаем что на первом месте занимает рак молочной железы у мужчин это рак легкого легкого то легкого поэтому соответственно статистически знаю что у нас есть два угрожающих жизни такие заболевания мы и проводим скрининг да есть мужской скрининг женский скрининг и соответственно среди женщин это все что касается молочной железы и репродуктивной системы у мужчин это в том числе и репродуктивная система но в первую очередь обращаем внимание на рак легкого а уж не говоря что за эти два года к большому сожалению статистика еще больше на растет с учетом того что мы очень много делаем к т за счет к вида то есть рак легкого зачастую да даже не зачастую а в большей степени все что касается там ранних стадий не дает никакой клинической симптоматики но при этом с помощью можно так скажем не не очень хорошо так говорить но с помощью к вида мы выявили еще больше рака легкого фраза знаменитая есть не было бы счастья счастье помалу сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору на сегодня тема онкологическая поговорим о том как нужно но быть подготовленным к этому если у вас есть наследственность или даже если ее нет мы выяснили что к сожалению все мы ходим в какой-то степени под богом поэтому пожалуйста дождитесь второй части напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях они львонов на бодонян заведующая центром амбулаторной онкологической помощи люберецкой областной больницы вот мы знаем да первая стадия вторая стадия мы знаки этой истории что и четвертая стадия но мы не знаем границ то врачи знают вот насколько сегодня можно вытащить человека из самых тяжелых случаев и были ли такие у вас в практике да очень опять таки часто вопрос один из первых вопросов в практике мы сталкиваемся что пациент сразу же спрашивает а какая у меня стадия то есть мы выявляем мы говорим о том что есть онкозаболевание и сразу первый же вопрос да а какая стоит сколько осталось жить да но нужно учитывать что все сейчас очень индивидуально и все очень персонализировано то есть нет одинаковых людей даже если мы учитываем что это одинаковые онкозаболевания одни и те же клетки одна и та же стадия большому сожалению эти два человека они совершенно будут по-разному реагировать как на лечение так и соответственно на прогноз поэтому говорить о стадийности для того чтобы пациент что-то для себя сделал какой-то вывод опять-таки да сколько и так далее там в кино говорят вам осталось жить два месяца такого конечно же нет нет таких понятий уже нет почему потому что даже у нас пациенты опять-таки с четвертой стадии рака они лечатся они работают то есть они постоянно находятся на этапе на динамическом нами наблюдений постоянно мы их так скажем лечим обследуем и есть пациенты которые все все равно работают при этом да то есть для них четвертой стадии это не приговоры отталкиваясь от летнего простого ультрафиолетового излучения вот проследим эту цепочку профилактическую дабы нас не привела к этому лечению а про деньги потом поговорим солнечные да действительно солнечные лучи уже даже всемирная организация здравоохранения признала ультрафиолет как эффектом канцерогенным что это означает что это фактор риска который может привести к онкологии кожи любого любого человека конечно есть опять-таки фактор риска возрастает когда это светлая кожа когда много родинок на коже то есть люди подтверждены до к образованию невусов то есть родинок это люди эти родинки это плохо да извините что я отвлек потому что мы сейчас вернемся но тоже люди очень часто многие пытаются их выводить эти родинки человек же рождается с какими-то родиноками они появляются в течение являются то есть это плохой стойкий знак нет это неплохой или это защитная индивидуальность да это индивидуальность это организм это смотря опять-таки пигментные линии без пигментные родинки но по крайней мере относиться к этому не нужно что это плохо просто те люди у которых есть больше много родинок они должны быть более внимательны к себе то есть опять-таки что значит более внимательны скрининги до консультации терапевтов дерматологов самообследование что значит самообследование но у человека смотрит да было там две родинки а стало три родинки то есть примерно визуально мы помним все свои родинки те которые растут нужно обращать внимание на характер родинок что тоже дерматологи очень часто говорят есть еще знаменитые подружки родинок эти папилломы всевозможные папилломы совершенно безобидные структуры кожи говорят что же они могут чего-то привести есть это считается какими-то вы вирусным даже да это в паче вирус папилломы человека но и сейчас много таких очень много а кстати удалить эти папилломы в частные клиники стоит уже дорого довольно ну опять-таки почему обращаться к частным структурам если это можно делать рамках омс ну то есть папилломы за ними нужно следить но если их тоже много это тоже какой-то все-таки что-то организм хочет сказать ну нет папилломы это все-таки в паче папиллом это да то есть это не онкология кожи нет все что касается женской репродуктивной системы в паче имеет большое значение в плане рака шейки матки да это да действительно это основной так скажем фактор даже можно сказать возникновение рака шейки матки но все что касается кожи если возникает папилломы то их бояться не стоит если врач дерматолог говорит что это папиллома можно спокойно удалить и соответственно не 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 переживать а вот с родинками надо мы боимся родинок пигментных структур и соответственно если их много то нужно защищать себя от солнечного излучения это все что касается средств до солнцезащитных где-то нужно их закрывать если это большие которые про вообще надо на солнце быть вот загорать обязательно надо загорать ну загорать конечно не стоит на солнце нужно быть потому что это витамин d это носу 30 только да да мы знаем да что до 12 часов солнце в целом безопасно и и уже после там 18 часов 16-18 днем надо прятать одним лежать конечно под солнцем в обездвиженном состоянии не стоит но на солнце быть нужно потому что это и витамин д и в целом метаболизм да все что касается обмена веществ и так далее это все очень полезно это хорошо но и настроение да вы знаете что значит проснуться когда и солнце и проснуться когда пасмурно знаете когда вы просыпаешься солнце и 30 градусов как-то хочется сразу снега даже не дождя вернемся к теме исследования обследования вот мы уже коснулись что действительно вот эти подходы но люди все-таки живут сейчас в интернете много изучают опять же и что-то возникает я очень часто врачи здесь у нас бывает и всегда им говорю даже самое простое заболевание не связано с онкологией обязательно в конце написано это может быть началом ракового заболевания но видимо для того чтобы пришли в тот или но это у меня дорожно да да и мы знаем что любая операция если что-то происходит с юргическим дату и до исследования сдается материал и так далее то есть это все происходит уже когда человек ну проходит обследование вот сегодня человек который ну либо него всегда наследственность либо еще что-то вот как он может бесплатно как вы мне сказали словом это специальном скрининг пройти это как-то ну во первых даже если мы опустим скрининг есть такое понятие как диспансеризация к чему мы относимся очень очень серьезно то есть в рамках онкопрофиля да мы проводим периодически так скажем программы по онконаосторожности среди друг врачей других специальностей это терапевты гинекологи и гастроэнтерологи тогда что такое онкоосторожность когда вот вы врач-онколог это я понимаю что такое терапевт как она может определить онко настороженность это тогда когда к терапевту приходит пациент с какими-либо жалобами чтобы у терапевта были уже систематизированы там ряд обследований вопросов которые он должен задать пациенту и соответственно исключить в том числе онкозаболевания да с помощью обследования и так далее по крайней мере обследовать пациента да по правильному так скажем алгоритму это не те самые онко маркеры которые не только маркеры да все таки мы больше относимся серьезно к инструментальным методам обследования но онко маркеры в том числе да нужно сдавать единственное специфичность онко маркеров несколько низкая почему потому что они как так скажем факторы и маркеры даже могут быть воспаление то есть где-то на при воспалительных заболеваниях они тоже могут быть повышены иногда получается что пациент самостоятельно где-то услышал что нужно сдать онкомаркеры он сдает все онкомаркеры и где-то повышенные все да он опять так скажем уже все уже в голове вся картина онкологии значит он бежит в лучший онкоцентр платит за все а в итоге оказывается что он был повышен потому что у человека в этот момент там были какие-то там состояние реакция такая произошла вот поэтому ориентироваться именно на онкомаркеры не стоит но их конечно мы сдаем в качестве онконастороженности но что такое диспансеризация диспансеризация проводится среди до населения мужского женского пола соответственно мужчины проходит ряд обследований плановых скрининговых женщины соответственно тоже свой план то есть все что касается женщины это молочная железа гинекология ну в том числе тоже органы грудной клетки брюшной полости мужчины это предстательная железа тоже органы грудной клетки узи брюшной полости так далее для того чтобы действительно исключить и диспансеризацию должны проходить все раз в два года например если нет факторов риска опять-таки мы к ним возвращаемся просто это должно войти для себя да конечно и это все можно проходить опять-таки в рамках омс системы в поликлиниках мы знаем как поликлинике сейчас усовершенствовались у них действительно программы сейчас достаточно такие углубленные по онкологии по сердечно-сосудистым скрининг что такое скрининг это ряд обследований для каждого пациента то есть пациент приходит к врачу и врач назначает скрининг как диспансеризации у нас в онкологии проводится раз в месяц скрининг наш в условиях нашего центра то есть раз в месяц у нас есть три тематики скрининга это мужское здоровье женское здоровье и кожа то есть рак кожи и соответственно раз в месяц мы чередовая проводим эти скрининги например в этом месяце точнее в про на в июне у нас был скрининг по мужскому здоровью при приходишь приходят пациенты да они заранее записываются по телефону и записывают они приходят в течение одного дня они проводят ультразвуковое исследование они сдают анализы и соответственно посещают врача-онколога и в течение одного дня мы можем предварительно пациенту уже сообщить есть какое-то подозрение на онкологию или нет к сожалению анализ все что они сдают по анализам например там до приходит на следующий день но мы это тоже контролируем калиру если они приходят конечно на повышенное то мы вызываем пациента к нам и за бесплатно это бесплатно это в рамках на конечно у моей системы у нас нет на качестве может быть это звучит очень так скажем недоверительно но пациенты действительно приходит и говорят что где что красить и мы каждый раз и платить ничего не нужно у вас есть полис и в рамках этого полиса в плане именно если мы говорим о вот онкологии мы все делаем бесплатно у нас в области есть вообще все инструменты весь объем обследования который нам нужен в люберецкой больнице у нас есть все лучевые методы мы можем от иду обследовать пациент единственное конечно есть сложные методы такие как патк т может быть слышали там остеосцинтиграфию это да мы направляем опять таки по но есть системе ум с по направлению 057 очень мало времени с вами очень интересно беседовать немножко таким врачом становишься последние два вопроса очень короткие ответы первый но профилактика понятно но вот этот не хочется говорить слова миф потому что это есть мы это слышим люди готовы платить сумасшедшие деньги за всевозможное лечение онкологии это действительно так или все-таки сегодня можно как-то ну скромнее расходовать средства на больного онкологии ну предположим на каком-то среднем уровне заболевания лекарственные ведь наш покупать эти все препараты опять-таки если мы говорим о действительно нынешней ситуации московская область достаточно сильно развивает именно он к профиль то есть у нас очень улучшилась доступность к онкологу раньше действительно она была чуть похуже да то есть попасть к онкологу было сложнее сейчас открытием цаопов это можно сделать в течение трех рабочих дней назначить он может много лекарств лекарств все идут опять-таки через до через бесплатную систему то есть через бесплатное оказание медпомощи если даже нет лекарства возникают ситуации да где как там например заканчивается лекарство мы не оставляем пациента без лечения мы ни в коем случае мы ему не скажем покупайте самостоятельно так как мы контактируем со всеми учреждениями московской области тесно контактируем на связи мы в чатах мы на телефонах всегда мы друг другу помогаем поддерживаем мы всегда найдем лекарства чтобы пациента мы шутизировать в то или иное учреждение для продолжения лечения поэтому в этом плане опять-таки и проблем не возникает но если человек хочет он может пойти где-то платить деньги за какие-то за какие-то особые условия связаны уже не с омс а с другими способами последний вопрос очень коротенький как человеку который столкнулся с этим заболеванием морально все это выдержит каждый человек по-разному надо себе сказать если увы это произошло я всегда говорю потому что я с этим каждый день сталкиваюсь очень много именно первичных пациентов которых мы верифицируем сообщаем диагноз я им всегда говорю что мы как поддержка то есть к нам можно прийти в любой момент конечно доктора очень заняты устают они тоже морально и физически истощены но вот эта поддержка услышать что все будет хорошо мы лечимся мы будем лечиться держим на кого и вас никуда не отпустим вы всегда можете нас найти ну и соответственно поддержка родных и близких потому что это тяжело принять услышать принять и осознать это тяжело но поддержка соответственно и опять-таки иногда я на приемах говорю пожалуйста приведите своих родных родственников чтобы им тоже мы все объяснили разъяснили потому что человек в этот момент когда это все слышит к сожалению иногда не всю информацию воспринимать при поддержке родных родственников я думаю что спасибо вам большое аня львовна мы ждем вас еще приходите к нам с вами очень интересно общаться они львовна бодонян была гость и нашей сегодняшней программы заведующая центром амбулаторных амбулаторно-онкологической помощи говорили о многом у вас будет возможность может быть еще раз эту программу посмотреть почему потому что о сложном можно оказывается говорить легко и даже непринужденно но все остальное зависит только от вас спасибо большое вам удачи это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания